всех приветствую сегодня у нас ролик будет немножко ну как бы моем репертуаре но их решил сделать небольшое предусловие дело в том что изучая многие каналы разные заметил что есть такое понимание когда человек интересуется чем-то и вот длительное довольно время например как я это уже более четырех лет до где-то 5 может быть даже уже чуть больше то складывается впечатление что что все об этом уже знают но на самом деле когда ты зайдешь на какой-то канал я заходил на примеры каналы есть с одной стороны они вроде бы хорошие но с другой стороны я смотрю эти люди ну просто снимают зачитывают официальную историю даже не задумываются над очевидными вещами очевидные вещи которые на которые ты смотришь и ты не понимаешь как это откуда чем почему и так далее в общем целая куча вопросов поэтому на самом деле не все так просто на самом деле оказывается тех людей кто это понимает этим интересуется очень мало и по большой части в основном кто-то просто думает фигня какая-то кто-то еще по каким-то причинам кто-то просто уверовал в то что ему преподнесли самого детства заложили в его голову и все это выглядит очень нормально по мне так кругом куда не посмотри особенно чем ты больше смотришь внимательный тут и понимаешь что наш мир устроен не так как нам его преподносят он гораздо интересней на сегодняшний день конечно то что происходит я не буду комментировать не хочу кто понимает что происходит хорошо тут понимает кто не понимает не понимает это я знаю что сразу найдутся такие которые там материться начнут или чего того хуже но в общем не буду я об этом говорить ничего поговорим сегодня вот давайте там я снял то ли немножко и сейчас мы перейдем к просмотру снова я съездил на это место ведьмы поснимал постарался очень подробно снять и наверное у меня получится сейчас пару частей скорее всего дело в том что прошлый раз я ездила вторую сторону даже не видел поэтому материала получилось гораздо больше и плюс я еще в то ли немножко так походил но третья часть я буду думаю скорее всего для тех кто интересуется туризмом куда бы съездить чтобы посмотреть где бы погулять ну в общем такая будет скорее всего развлекательный ролик вот и кстати ведьми на место вот это вот это место силы которая скорее всего когда-то сломали и это вот как раз тема моего друга александра с минска канал только в плюс думаю многие знают там когда заходишь все выложено примут вдоль дороги гранитными глыбами и когда туда заходишь если по прямой ки то получается ты упираешься в такой круг и там интересный объект и очень хорошо внимательно там покажу в этом ролике там еще и там дети в основном всегда в основном там дети играются это конечно к александру почему вместо силы я так думаю да потому что там также я покажу мегалиты огромные конечно для кого-то это скажут эта фантазия но принципе в нашем мире все у нас фантазия но тем не менее я не буду сравнивать их конечно с русскими мегалитами где вот показывают там многие я добавлю в конце наверное несколько сюжетов вот возьмут специально приготовил буквально коротенькие там не знаю как нормальные люди но не знаю какая реакция будет поэтому я сделаю короткие сюжетики вставлю там и кунгуров и другие снимали просто огромные мегалиты там но я не знаю если человек этого не видит и не задается вопросами то наверное это тот самый как раз вот биоробот я их так называю ну или прочим назовем зомби неважно принципе кого как вы назовете человек просто него заложили все он другой информации не воспринимает есть таких людей очень много на самом деле но и вот когда я захожу на некоторые каналы где официальную историю зачитывают там я смотрю там реально миллионы миллионы просмотров и я почитал к ним комментарии ради любопытства и я понимаю что люди совершенно о том что вот так называемые альтернативные исследователи показывают рассказывают очень мало людей на самом деле знает хотя когда ты в этом кругу находишься создается со временем такое впечатление что их много но на самом деле это к сожалению не так самом деле все по-другому поэтому таких роликов надо как можно больше делать завтра хотел но завтра не получится может быть послезавтра съезжу еще раз я съезжу вернигороды хочу посмотреть там некоторые нюансы интересные может быть даже как говорил всегда надо посещать одно место не один раз а много и обязательно что-нибудь увижу новенькая ладно не буду много говорить в общем то давайте перейдем просмотру я там постарался мегалиты снять как можно хорошо я спускался поднимался я не знаю сколько раз в общем-то к вечеру я пришел совсем никакой это горы во первых да с одной стороны я когда оттуда уходил видать где-то я в других местах лазил нигде все люди я чувствовал что у меня был огромный прилив энергии и мне хотелось продолжать еще снимать и снимать и снимать но дело в том что мы уже более семи часов там я не помню там 8 часов что ли мы гуляли по этим горам потом вверх вниз и прилив энергии вам не остался до когда я приехал домой да я уже почувствовал усталость но это нормально целом главное не ходить там где все ходят есть места там явно которые действуют на нас по-другому в общем то есть там еще это энергии я так понимаю ее там очень много ну на этом давайте перейдем просмотру всем приятного просмотра всем счастья здоровья удачи и многих новых мысль пишите мысли пишите в комментариях свои мысли как вы это видите в общем давайте пока вот мы на второе уже поехали но я не знаю даже на на две части надо делать будет вот справа там ущелье и мы справа ходили там вот эти скалы интересные разные внизу река там дорога сейчас мы ближе к скалам подъедем да кстати тут же пол такой интересный специально пришлось одну пропустить чтобы зайти во вторую с прозрачным полом но это конечно отдыхает по сравнению то что в китае там мост сделали там конечно интересно смотрел смеялся как люди прям падают упираются да тут думаю в такой кабинке кто боится высоты тоже будет неприятно сидеть но тут сейчас уже все таки зелень зелени уже немало попробую приближение чуть сделать чтобы было это лучше видно все вот эти вот блоки ну вулкан чё вот поэтому они такие ровные особенно вот смотрите какая стена просто ровнючая обалдеть но чем не блоки натуральные блоки не все захватываю больше быстро едет быстро так с лавочками очень медленно едет а это очень быстро но блоки прям вы ее и такие на обратном пути с другой стороны с нему вот тут вот там ой трясет местами кочки забыли замазать ну прям реально блоки много таких дачу сколько ровных как природа ровно выкладывает всем приехали сейчас тормоза будут ой как тут трясет прям тут совсем большая кочка была тут баба яга сидит с котом который ходит по цепи кругом а где цепь то нету ну я думаю александру тут с камнями точно не разобраться конечно он разберется но мне то точно нет тут все вот в этих гранитных глыбах уложено в общем по обе стороны вы заходите и сразу у вас по обе стороны гранитные глыбы лежат то есть функционала у них никакого нету просто наложены вот так вот справа и слева везде но самый тут интересный объект это когда сюда заходишь между этих глыб так а где этот объект сейчас мы его найдем так я не понял лучше убрали что ли он же здесь стоял но это тоже даст и тот представляете заходит неважно кто взрослый ребенок женщина вот идете между глыб сюда и представьте вам сразу это в глаза не бросается это я знаю уже искал глазами а если вы не знаете вы просто идете вас привлекли вон фигурки которые бросаются сверху на камнях а потом вы подходите идут бамс на диван держите это вообще же скач короче вот так вот и кто на это внимание не обратит мне интересно любой любой понимаете это все уже детская площадка она полностью огорожена камнями и тут вот такое вот существо стоит ядрен батон вроде как бы сказочный персонаж да согласен но зачем вот так делать зачем голую делать но это еще ладно сейчас мы пойдем детишкам зайдем тут вот круг с этих глыб огромных и вот такое вот существо на детской площадке представляете ну вот против этого конечно ничего не имею хотя конечно очень страшное существо но по крайней мере за сказочное проканает но вот те предыдущие пир парочку и конечно что-то с чем-то ну тут всякая вся чина можно покупочки что-то сувенир чеки так далее там где-то ресторанчик кафешки и много много сувенир чеков ну пришли опана вот уже первые блоки виднеются прям сразу нам навстречу разъехались они немного и даже их укрепляют стоят они так так надо спуститься как-то ступеньки тут конечно вы ее спущусь так вот на той стороне мы побывали ну сейчас зелени как бы еще не особо крайней мере это обзорная площадка где мы были хорошо просматривается мы приблизим вот там мы были теперь смотрим с этой стороны попробую чуть провести не знаю будет дергаться нет а уже дергается все интересные конечно скалы под таким наклоном все вот там слева домик которая показывал с той стороны но с этой стороны не знаю вот это скала она просто какая-то наискосок ровная довольно по крайней мере отсюда так видно приближение делаем очень ровная ладно сейчас пойдем смотреть мегалиты посмотрим блоки но по мне так это гранит хотя утверждать на сто процентов не могу по-моему это гранит тут лопнутый который сдвинулся тут они уложены какие-то уже секость-накость там дальше сейчас интереснее будет пойду туда наверх вот этот вроде кого-то отсюда пару штук скинули и отсюда что ли они лежали тут внизу такой блок вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Что вам это все напоминает Я честно говоря Вижу тут какие-то остатки Какого-то сооружения В общем-то все Основная часть развалилась А вот что-то Еще сохранилось, осталось Ну Пишите свое мнение В комментариях У меня нет слов Ну вот я спустился немного тут за ограду Вот посмотрите как они Идеально лежат Уложенные Сейчас еще приближу Просто красота Это так природа создавала Пойдем следующие смотреть Вот еще одна Очередная кладка Сохранилась Ну и опять Те же самые Чуть-чуть поближе Немножко С другого стороны Ну вот этот вам Шедевр Как Тут уложенный Он просто уложенный Идеально Целиком К сожалению Я не могу Показать Потому что Уйти дальше Не могу Ну вот так Нормально Хочу это все еще раз Хорошо запечатлеть Чтоб каждый мог Взять Кому-то дать Поделиться Чтоб это Видели люди Что это Вот вулканы У нас вот так вот Укладывают Вот так вот Ой Скалы Выкладывают Вот такими вот Чудесным образом Просто взял И выложил Ну или вот Таким образом Выложил И дальше Посмотрим Тут конечно Не так Сейчас четко Просматривается Тут эта сторона Как Обломанная Но все равно Что-то просматривается А вот Такие Огромные Блоки И вот Еще рядом Тут конечно Они как-то По-другому Выглядят Но тем не менее Их надо Запечатлить Что-то Что-то У меня Приближалка Барахлит Пальцы Сильно Сухие Не срабатывает Ну вот Еще Небольшая Кладочка Конечно По телевидению Вам Никто Таких вопросов Не будет Задавать Поэтому Когда я Первый раз Тут был У меня Тоже Вопросов Не возникло Вы знаете Интересно Деревья По сути Не такие Уж и старые Может быть Лет 150 Может быть Ближе К 200 Годам Не более того А в основном Вообще Молодые Единичные Случаи Вот такие Вот Которые Есть Чуть Чуть Потолще Это говорит О том Что тут Примерно В это время Тут вообще Все голова И потом Вот эти Блоки Вот интересно Я когда До какой степени Нам мозг Промывают Что я когда Был здесь Первый раз Я это все Видел Но у меня Даже ни капли Вопроса Не возникло Как Это все Получилось Пока не посмотрел Какие-то Альтернативные Каналы Пока кто-то Что-то Не рассказал Только потом Начинаю Что-то В голове Прокручивать В памяти И начинают У тебя Всплывать Даже То что Ты очень Давно Увидел То есть Уже Больше 20 лет Назад Так Сейчас Сюда Заберусь Ну вот Такие Вот блоки Когда вот Лежат Друг на Друге Так Отойти Чуть-чуть Надо Не навернуться Чтобы их вместе Снять Вот так Вот такие Блоки Там Я вообще Ходил Смотрел Да Как-то Интересно У меня Там Я помню Со школы Что-то Оставалось Он был вырезан Сюда Вставлен Но со временем Он отошел Дело в том Что он был Подогнан Сюда Ну это Вот Знаешь Если ты По зданию Сейчас Шарахни Сильно Чем-нибудь То Оно Где-то Развалится Где-то Кирпичи Отойдут Блоки Да Сдвинутся Ну вот Здесь Примерно То же самое Произошло Да Вот они Блок на блоке Какие-то Какие-то Сдвинулись А какие-то Просто Отсюда Улетели Вниз Я В прошлом Видео Показывал Я не помню Куда я тут Забирался Сюда Дальше Что-ли Там Вся низина Этими Блоками Усыпанная Тут Конечно Неприятно По таким Камням Ходить Хотя Понимаю Что они Массивные Отсюда Плохо Видно Ну вот Тут Чуть-чуть Видно Что там Все В таких Блоках И Это Похоже Туда Вниз Все Улетело Когда-то А тут Просто Какие-то Остатки Вот я С той Стороны Показал А теперь Вот Я на Этих Ближних Стою На Каких-то Какие-то Вот С другой Стороны Я уже Показываю Вот так Вот Это Все На Сегодняшний День Выглядит Кругом Разбросанные Блоки Сдвинутые Какие-то Так Остались Как стояли Похоже Как-то Так Вот Тут Внизу Прям Стена Еще Какая-то Сохранилась Приблизить Надо Понятно Или Вернее Удалить Уже Вот Это Все Так Хорошо Видно Вот Что-то Ни Чем Ниже Тем Сильнее Сохранилась Тем Выше Тем Хуже Сохранилась А вот Справа Мы Видим Просто Все Развалилась В На Нет Просто Куча Глыб Лежит Ну Как-то Так Тут же Такие Вещи Тоже Есть Потом Ну Конечно Понимаю Возможно Мне Еще Когда-нибудь Захочется Сюда Приехать Но Я Постараюсь Сегодня Более-менее Все Это И Рассмотреть И Зафиксировать Вот Туда Уходят Просто А Там Вот Вниз Все Туда Дальше В Глыбах Усыпано И Чем Дальше Тем Больше Их В В Чем-то Основные Я Так Понимаю В самом Низу Лежат В Девятнадцатом Году Я Был По-моему Девятнадцатом Тут Зелени Было Побольше Сейчас Это Конечно Можно Лучше Рассмотреть И Поближе Подойти Деревья Тут Вот Эти Ветра Наваляли Вот Такая Вот Кладка Осталась И Слева Еще Одна А Внизу Все Вот Опять Блоками Усыпано Сейчас Я Подойду Попробую Еще Ближе Вот Я Совсем У Подножия Друг Говорит Немцы На Меня Смотрят Как Я За Ограду Зашел Как Осмелился Наверное Глаза У них Взгляды Странные Ну Понимаю Их Так Тут Выдрессировали Что ж Поделаешь Каждому Как говорится Своё А нам Хочется Запечатлеть По максимуму Вот Эту Вот Скалу Конечно Еще бы С той стороны Обойти Как-то Сейчас Я посмотрю По крайней мере Вот эту Левую Тут Я уже Не смогу Ниже Идти Там Все Глыбами Усыпано По ним Как бы Карабкаться Довольно опасно Я уже Забрался В такие Дебри С которых Выходить Уже Все Вот Ими Усыпано Какие-то Явно Переломались И так далее Все Уже Выбрался Оттуда Уже Неохота Потом Голову Повернул А там Еще Остались Неохота Уже Спускаться Так Сниму Те Которые Повыше Я уже Отснял А вот Эти Нет А вот Те Которые Вот А нет Я эти Не отснимал Это Я снимал Вон там Выше Еще Блин Надо Чуть Спуститься Нет Эту Скалу Я С этой Стороны Даже Не снимал Это Правее Выше Я Снимал Там Смотрите Какая Кладка Так Сейчас Еще Приближу Плохо Вижу Что Я Снимаю Ну Ну И тут Вниз Уходит Я Уже Немножко Подспустился Но Как бы Дальше Еще Ниже Мне Уже Проблематично Спускаться И Не Очень То Хочется Довольно Круто И Все В Этих Глыбах Усыпано И Там Совсем Круто Пошло Прям Уклон Ой Ой Какой Но Вот Отсюда Можно Еще Немножко Вот Тебе Например Вот Тот Краешек Приблизить Ну Ка Давай Кайка Вот Так Вот И Вот Еще Ниже Вы Понимаете Вот Я Вижу Еще В Общем То Когда Ты Смотришь Это Сдалека Ты Не Поймешь Совершенно А Когда Ты Ближе Подходишь Это Более Очевидно Становится Сейчас Приближу такой я снимаю а вот в тени я его плохо вижу вот он в тени дам тоже все уложено аккуратненько и как низко идет это все еще я даже представления не имею возможно это гораздо ниже еще идет ну раз уж спустился сюда я уж с этой стороны правда мне солнце почти уже в глаз отсюда это создание с него красивая высокая надеюсь будет так видно солнышко тут засвечивает сейчас я пройду на этом удалении потом чуть приближу и вниз пройдусь так делаем раз так я тут уже глаза закрываю чтобы вообще что-то монитор хоть видеть но почти ничего не вижу а а вот сейчас вижу дать картинка тут уже сильнее прорисовывается и лучше видно да у выбирался на обратном пути сколько же метров спустился интересно запыхался обратно наткнулся еще на одну небольшую а в этот раз чуть чуть дальше решили пройти в принципе тут все то же самое это ветки меня пытаются уронить вон смотрите какие прямоугольнички ну ё-моё просто развалилась тут что-то какая-то конструкция просто когда-то развалилась но то что они не совсем прямоугольные квадратные но это понятно вот эти же кладки где-то везде бог хотел быстро сказать как она называется то ё-моё когда выскочит все не поймаешь ну вот это вот где-то мне ровные разными формами в общем вы меня поняли возможно это что-то наподобие поэтому почему должны быть обязательно прямые линии ну хотя бы прямых линий он хватает сюда приблизим это я вот по той вот сейчас приближу я был сейчас с той стороны в самом низу был один вид а вот это с другой стороны я сейчас смотрю на нее сейчас я ее обойду чуть чуть поближе подойдут то что у меня слева еще от сниму ну вот как у нас с другом с той стороны с той площадке мнение сложилось что ну какое-то очень массивное тут сооружение когда-то было и вот это вот допустим наружная сторона я там был внизу часто было внутренняя сторона и наружная сторона выглядит совсем по-другому скажем вот так и вот вернитесь назад чуть-чуть и посмотрите как я это самого низу там снимал как это выглядело ну да самом верху я вижу ну прям реально как будто замазали сейчас я еще вот самые верхние два блока посмотрите какие у вас ассоциации я вижу что там замазано было но там какой-то штырь я думаю это дело рук альпинистов скорее всего но вы посмотрите на блок второй блок третий блок даже там три блока и там вроде как замазано было когда-то но это что-то с чем-то ну и это уходит твой куда это уходит туда очень очень глубоко и оттуда до самого низа не смог дойти там слишком круто ну и вот это левее немножко опять же с какой мы стороны смотрим если с той стороны я вижу там вот вроде как как про маски сейчас приближу опять же с этого же самого материала но это вроде как гранит но выглядит как будто там было когда-то подмазано на какой же я высоте тут гуляю уже дикий лучше не смотреть вниз самое главное лучше тут не срываться ну вот одна сторона сейчас попробуем с другой стороны посмотреть как это выглядит ну конечно тут я стою у пропасти и хочется мне полететь но крыльев нету дайте мне крылья крылья я хочу и порхнул но может быть не такая идеальная но опять же с этой стороны лучше чем с той стороны особенно этот левый левая сторона но мне бы еще вот туда еще левее оттуда снять но не могу там уже все пропасть хотя нет вру есть еще сейчас я еще пролезу немного вниз не туда я видать посмотрел здесь зафиксирую вот эту красивую кладку и пошел дальше не говори я уже столько раз вниз спустился уже сюда не хочу спускаться друг говорит на тебя вроде как магнитом туда тянет действительно я уже не хочу спускаться я уже устал а понимаю что когда еще такая возможность будет сюда приехать и все это запечатлеть и это все вот так уходит вниз на как говорил мне бы еще левее но честно говоря тут уже совсем круто сейчас покажу и там я вижу вот верхней по крайней мере блок проглядывается в идеально ровный понимаю что надо еще ниже хотя бы метров на 50 или 100 не знаю даже сколько я покажу сейчас вам сначала блок приближу чтобы было понятно про какой я говорил блок он самый лево верхней ли он краю очень прям идеально ну и оттуда я вижу там еще дальше но я даже не знаю рукой вытянуть что ли сейчас я попробую вытянуть руку там проглядываются еще в общем надо еще ниже 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 намного и это все но это уже как бы для меня совсем круто спускаться хватит мне все хватит пойду дальше по верху вот такая вот красота у нас наши сибири наши края и пускай там никто ничего не говорит степи леса больше ничего нет никто просто не хочет даже заморачиваться расследовать что это кто это строил для чего это строить на самом ли деле это искусственное что мы видим мы видим одновременно и систему второго порядка когда есть определенное упорядоченное строение и одновременно как вчера александр василий сказал что сама себе по себе стена ведет как аморфное тело вот эти вот поломки горизонтально не по плоскостям указывают что сам по себе камень обладает всеми свойствами не поликристалла монокристалла а именно тело состоящее из огромного количества кристаллов и ведущий себе как аморфное тело ну да практически перпендикулярно своем я сегодня вылазил 6 утра вылазил он выбирает за вопрос выбирает из-за чего из-за того что его морозным путением или из-за того что до середины стена идет сложная из огромных галитов из гигантских прямоугольных кирпичей а вверх вверх это чисто полигональная квартка и скорее всего летит потому что сейчас мы уже пробираем что это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok